Диет без диет – простые, но эффективные советы. Подружке, помогите срочно похудеть. Вы такие стройные, посоветуйте. Милая, диетологи не случайно, раз за разом, напоминают нам, что лучшая диета – это правильное питание. Похудеть без диет проще, чем вы думаете, а есть вкусно и сытно, но при этом худеть вполне возможно. Самое главное – придерживаться здорового рациона, и превратить здоровый образ жизни в привычку, которая станет для вас таким же обычным делом, как чистка зубов по утрам. Ешьте медленно. Если вы привыкли обедать, и ужинать как метеор, постарайтесь замедлиться, так как, возможно, именно из-за скорости, вы съедаете больше, чем нужно. И, как следствие, набираете лишние килограммы, вместо того чтобы избавляться от них. В первые несколько недель, поможет таймер на телефоне, установите его на 20 минут, и следите, чтобы прием пищи занял все это время. Отвлекайтесь на то, чтобы сделать глоток воды, и тщательно разжевывайте, каждый кусочек. Спите достаточно. Исследователи из Мичиганского университета утверждают, что дополнительный час на каждый день, помогает сбросить до 7 килограммов лишнего веса за год. Этот сценарий показывает, что когда вы не высыпаетесь, когнитивные процессы замедляются, так что мозг теряет способность оперативно отправлять сигналы о голоде и сытости. Потребляйте больше овощей. Попробуйте сделать так, чтобы свежие или приготовленные на гриле овощи, всегда были на вашем столе. Помимо очевидной полезности, они помогают визуально увеличить размер блюда, чтобы вам точно не казалось, что вы съели слишком мало, чтобы насытиться. Добавим к этому высокое содержание воды, которое поможет поддерживать оптимальную гидротацию, и значительно улучшит состояние кожи. Полезный совет, готовьте овощи без масла, а приправляйте лимонным соком и свежей зеленью. Не забудьте про суп. Добавьте в меню куриный бульон, или легкий овощной суп, и вы не заметите, как лишние килограммы покинут вас навсегда. Суп особенно полезен в начале приема пищи, так как он замедляет пищеварение, сдерживает аппетит, и не позволяет вам наброситься на вредные закуски. Помимо прочего, если вы заболели, бульон важен для более быстрого выздоровления, и снятия симптомов простуды, но остерегайте сливочных крем-супов, которые могут похвастаться высоким содержанием жира и калорий. Сделайте ставку на цельные зерна. Цельнозерновые крупы, такие как коричневый рис, ячмень, овес, гречих и пшеница, помогают насытиться меньшим количеством калорий, а заодно уменьшают уровень плохого холестерина в крови. Но, что самое приятное, из цельных зерен теперь делают и крайне привлекательные продукты. Например, вафли и кексы, основу для пиццы и макароны, а также белый хлеб из цельной пшеницы. Главное, внимательно изучайте информацию на упаковке.